Друзья, всем привет! Давно с вами не виделись, но интереснейший бой, который нас ждет, это Джермил Чарло и Сауль Альварес, конечно, заставляет нас поговорить об этом поединке, вспомнить этих боксеров и боксерскому сообществу еще раз сказать, что это за бойцы и какой мысли нужно придерживаться и об этом бое, и об этих бойцах. Ни в коем случае не принижать их величество и так далее, и так далее. Так, ну с чего начнем? Ну давайте с Альвареса, ребят. Ну а аудитория, друзья, ютуберная у нас, сами понимаете, разделяется на здравомыслящих людей и на людей не здравомыслящих. Ну давайте их просто называть дураками, да? Ну как еще? Больше никак. Просто, ясно и понятно. Поэтому при объяснении буду, значит, обращаться и к одним, и к другим. Сауль Альварес, ребята, это самый великий боец за всю историю бокса. И это нам доказывают, ребята, доказывают поединки, которые он провел за всю историю своей боксерской карьеры. Карьеры. Почему я, ребята, говорю, как бы уже, ну как бы провожая его, да, на пенсию потихонечку, так намекая. Хотя, казалось бы, и возраст, да, 30, сколько ему, 33, 34, там что-то, но не столь важно. Друзья, у каждого организма есть износ. То есть, есть такой промежуток времени в организме, когда уже все, пора заканчивать. Когда организм сдает, когда организм уже насытился вот этих тренировок, вот этого всего движения, постоянного режима и так далее, и так далее. Почему я об этом говорю, ребята? Потому что карьеру этот боксер начал очень рано своей профессиональной. Это раз. Во-вторых, ну, об этом можно сколько угодно говорить, сколько угодно слушать, но даже Мэйвезер, который в свое время выиграл решением судей, да, помните, Сауль Альвареса сказал, почему вы нападаете? Я буду обращаться, ну, в таком грустном контексте. Почему вы, дураки, нападаете на него? Ну, вы посмотрите, как он рано начал это раз. Да, он мне говорит, проиграл, но посмотрите, сколько ему лет было. И он в то время уже дрался как бы с лучшим боксером в той эпохе, да, с Мэйвезером. Да, он проиграл, но бой был достойный. Об этом говорил сам Мэйвезер. Если хотите, найдите его высказывание. Поэтому, как бы то ни случилось, это величайший боец, ребята. И этого не понимать глупо. Как бы, правильно? И он даже, знаете, что сказал? Вот, а представьте, если бы он был такой, как сейчас, вот этот Сауль Альварес, и я был такой, как раньше. То есть, наверняка он дает понять о том, что, конечно бы, Альварес бы разорвал его просто. Смял бы, снес ринга. И он прав, ребята. И не по-своему прав, а прав вообще. Поэтому вопросов к этому не может быть ни у кого абсолютно. Дальше, ребята. По бою Жермел, Чарло и Альварес. Ну, если у Альвареса, ребята, прогноз не буду давать. Просто поговорю об этих бойцах. Потому что прогноз, он стоит очень дорого. Так как делаются ставки. Если у него не подведет организм, потому что он, как бы, я вижу в его поединках последних, он начал уставать в конце боев. То есть, видно, что организм уже дает сбой. Уже наступает та черта невозврата. То есть, переступив через которую, уже все. То есть, вот есть боксер растущий, да, боксер даже в 40 лет, может быть, боксер, который хороший боксер и не чувствующий спада. То есть, вот Бетербиев, посмотрите, да, боксер как бы тоже возрастной, но он не был так изношен боями. Были бои легкие, были бойцы не очень там, правильно? И поэтому он держится, держится и держится сейчас. А у Альвареса, если вы посмотрите, да, одни чемпионы, одни топовые боксеры, одни топовые бойцы. И вот этот подъем его на несколько весовых, на три весовых категории, да, в полутяжелый вес. То есть, даже попытка. Она ему не принесла никаких минусов, но, ребята, порядок в самом боксе. Она, он пытается навести Альварес, и люди уже смотрят на него. И как бы он говорит, да, своими поединками. Ребята, что вы сидите в своих категориях? Не в своих. Вот Жермел Чалва, посмотрите, да, там 185, что ли, рост или 183. Машина, рама, посмотрите, сидит в каком весе. И говорит, подымайтесь сюда, во мне метр семьдесят три, я здесь. Подымайтесь и деритесь здесь. Не собирайте скальпы там у маленьких бойцов. Не чудите, не смешите народ. И они правильно делают, поднимаются. Да, дурак скажет какой-нибудь. Ну, там, допустим, Жермел Чарлок, конечно, поднялся на две весовых категории. Ему там чемпионский бой, конечно, он, возможно, проиграет Альваресу. Но дурак-то он, ребята, не понимает. То, что Альварес тоже поднялся. Только с ростом не 185, не такой машиной. А поднялся, ребята, с ростом 173. Маленький, небольшой. И бился с Колумбом. Смитом метр девяносто, да, вынес всех с ринга. Вынес Колумба этого, вынес Колеба Планта, вынес Сондерса. И тоже сразу чемпионские бои получил. То есть, это нормально, да. И дураки, ребята, умудряются в этом найти какой-то подвох. Сначала превозносить Сондерса Планта, там, я не знаю, Колумба Смита. А затем после проигрыша говорить, ой, да он выбирает слабых бойцов. Все с чемпионскими поясами. Дальше, ребята. Дальше, ребята. Ну, Альварес дал понять, да, что поднимайтесь сюда и деритесь. Вы большие парни. И они правильно делают. Вот Джермел тянул, поднялся и будет драться. Боец тоже не изношен сильно-то боями. Там и бойцов хороших-то не было у него. Таких бьющих, мощных. И поэтому он себя проверит, ребята. Конечно, после того, как он провел свои последние поединки, Джермел Чалу, конечно, они дают нам право говорить о том, что Альварес все равно должен выиграть. Потому что, ну, Альвареса нокаутировать трудновато, да. А по очкам забрать, чтобы побить такого бойца, как Альварес, нужно, ну, выглядеть лучше. Намного лучше. Потому что Альварес – это не тот боец, показав с которым какой-то ровненький бой там, или еще там что-то, чтобы отдали тебе победу. Конечно, нет. Ты должен его побить и побить уверенно. А это сделать трудно с Альваресом, так как Джермел Чару – это боец малофункциональный, по крайней мере, был до этого. И так как у него прибавится вес, да, у него возрастет сила удара, мощь и так далее. Но сам темп боя, если будет не очень быстрый, а все об этом говорит, думаю, на дистанции должно быть в пользу Альвареса. Но, ребята, видите, в чем дело? У Альвареса-то руки короче. И хотя Альварес нам обещает то, чтобы показать себя в лучшей форме, в том плане, то, что он сам понимает, что был в последних боях не очень хорош, с Геной даже Головкиным, хотя в одни ворота выигравший его. Но говорит там что-то тренировки. Ну, посмотрим, ребята. Если он лучше не будет, то, конечно, Альваресу нужно заканчивать карьеру и заканчивать его великим, оставаться великим. Потому что, ну, опять дурак может сказать, да он с Бенавидисом не дерется. Ребята, Бенавидис – хороший боксер. И наш канал первый начал говорить об нем. И всегда заступался. Ну, давайте будем честны. То, что дурак, когда говорит об этом, допустим, ну, что он с Бенавидисом не дерется. Дурак должен понимать, хотя он этого не поймет. То, что Бенавидис сидит не в своей весовой категории. Это раз. Бенавидису не нужно ждать Альвареса. Альварес все всем доказал и себе. И еще не было боксера такого, чтобы проделал то, что проделал Альварес. Ему просто нужно взять и подниматься в полутяжелый вес к Биволу. Ему нужно подниматься к Бетельбиеву. И все. И там, и там, ребята, там он найдет себя. И пусть ищет себя. Если надо, такие как Канело, такие как Джермел, Джермал, Чарло, я не знаю, еще кто там. Они поднимутся туда. И они бойцы в той весовой категории, в полутяжелой категории. Они будут, даже Джермал и Джермел, и Чарло, они будут смотреться как Биволу. Даже мощнее Биволу. Вот где их место, ребята. И Альваресу нужно отдать должность за то, что он им указывает. Единственный, кто может затмить. Не то, что затмите, ребята, а быть на уровне с Саолем Альваресом. Из боксеров современных. Это, ребята, и Ноэ, и Науэ, и Джервонто Дэвис. Вот это два мини-монстра. Как они могут это сделать? Ну, хотя бы подраться между собой. Опять дурак скажет. Тут ты чё, и Науэ поднимается на две весовых категории. Да дурак пусть. Прежде чем говорить это, посмотрит, что сделал Альварес. Сделал абсолютно то же самое, ребята. То же самое. И никто ничего не говорит. Все молчат. Да, возможно, и Ноэ, и Науэ проиграет. Но это никак не приметит его. Зато он попытается сделать то, что сделал Альварес. То, что сделал Джервонто Дэвис, когда поднялся в первый полусредний вес. Тоже посмотрите, откуда. С полулегкого веса. Первый, средний. Вот в чём дело, друзья. Джервонто, да, Джервонто. Джервонто Дэвис наступает на пятки. Опять дураки говорят, что этому Альваресу подбирают бойцов. Ну, ребята, это уже без комментариев. Потому что, ну, если все подобранные бойцы были огромные. И все были чемпионами. То у дурака уже нету никаких, значит, признаков к выздоровлению. Просто-напросто. Ну, такие дела, ребята. Что ещё по этому бою? Ну, Джервелу нужно подраться. Независимо от того, выиграет он или проиграет. Надеюсь, что проиграет. Потому что, ну, как бы, он не сделал столько, сколько сделал Альварес, ребята. И не побил тех бойцов, которых побил Альварес. И вот этот путь, который прошёл Альварес, побив, значит, помните, да, кого Смита, ещё кого-то, ещё кого-то, побив этих боксёров. Вот, вот, если пройдёт хотя бы половина пути, побьёт каких-то чемпионов в суперсреднем весе, там, хотя бы тех же, пусть с Сондерсом выйдет, подерётся, там, я не знаю, ещё там с кем-то пусть подерётся. Тогда, да, вопросов нет. А если вдруг сейчас, конечно, поднимется, не бившись ни с кем, и сразу раз победит. Ну, это как-то, ребята, и неправильно, и, в принципе, нереально. Но организм имеет свой износ, свой предел, в любое время может подвести, как Джо Джойс, посмотрите, да, с этим, второй бой с китайцем, с Джелли Джадом. За счёт своей головы, как уже и мы говорили, вы все знаете, за счёт функционалки он двигался, двигался, двигался. И в один прекрасный момент просто крепость головы его стала подводить. А почему стала подводить? Потому что удар у большого человека, у человека, который больше тебя, он потяжелее. И голова подвела, и всё, и мы видим, что боксёр из хорошего бойца, да, который бил всех, там, кого-то бил, 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 превратился в такого неумилку сразу, да. Потому что, ну, техники никакой он практически не обладает, об этом наш канал говорил тоже уже давно. Но если бы он не подрался с этим китайцем, у него были бы шансы, были бы интересны бои с тем же Усиком, потому что Усик малобьющий. С тем же Стасином Фьюри, потому что не функциональный, и тоже не на каутёр. Тоже было бы интересно. Но, видите, вот попался такой, который большой и с ударом. И получилось, как получилось. И боец, считайте, всё. Кончился, да. Пробили наглухо. Ну, всё, друзья. Вот так вот поговорили мы об этом поединке. Желаем победы Саульу Альварусу, конечно. Потому что заработал, заслужил. И тот, кто должен заменить его, заменить его, этот боец должен, ну, быть хотя бы примерно его кондицией. Потому что, я ещё раз говорю, если Альварус поднимется ещё раз, там, в полутяжёлый, или там в тяжёлый, я не знаю, кто-то побьёт. Ну, для тех бойцов, вот как Бивол, допустим. Ну, какая-то слава, ребята. Ну, побил маленького бойца. Казалось бы, никакой славы. Поднимись повыше на две категории. Такой, как Бивол, да? Там, с Гассиевым поделись, там, ещё с кем-то. Тогда это второй вопрос. А так чё, хрюкать, что я великий? Выгра по очкам средневеса. Всё, удачи, друзья. Не забывайте подписаться на наш канал. Ну, в принципе, всё.